В рамках открытия центра «Точка кипения» губернатор Сергей Морозов провел заседание консультативного совета по проекту «Технологическая долина». Главная тема мероприятия – инновационное развитие региона, обсуждение вопросов реализации перспективных технологических проектов. Таких, например, как цифровая медицина или деревня инвесторов. Все представленные проекты нацелены объединить бизнес и инновации. У нас сейчас достаточно много предложений по строительству школ со срочкой финансирования. Давайте мы начнем этим проектом заниматься. Смотрите, у нас там рядом, ведь не только то, что сейчас показали поселок инвесторов, у нас там рядом три квартала для многодетных семей. Мы там сети провели, сейчас активно там развиваем инфраструктуру. В рамках мероприятия также прошли различные мастер-классы для школьников от детского технопарка «Кванториум», который является постоянным резидентом центра «Точка кипения». Здесь на постоянной основе будут проводиться бесплатные занятия для детей по направлению VR, IT и робототехника. Детский технопарк расположен на левой стороне. У нас занимаются ребята из правой бережи. Это порядка 25% наших обучающихся. Но большой интерес к нашим услугам, к нашим работам есть со стороны школьников правой стороны. Поэтому мы на постоянной основе будем размещаться в «Точке кипения» и проводить свои образовательные программы. В день открытия ребята смогли попробовать свои силы в направлении VR, то есть дополненная реальность. Всего за несколько часов своими руками они создавали объекты, которые вписываются в промышленное приложение. Это было очень интересно. Потом мы перешли на другую программу, где мы уже создавали анимацию VR, где машина стоит на пьедестале. Вначале нам объясняли, потом сделали, и мы смотрели в VR-очках эту анимацию. Российская экономика и промышленность нуждаются в квалифицированных инженерных кадрах, ученых и технологах. Ульяновские школьники смогут продолжать деятельность технологических центров и создавать новые инновационные проекты. Кристина Жакот, Юрий Конихин, Новости Ульянской правды.